Приветствую вас, давайте мы разберем наш вопрос. Проблемы в отношениях с мужем в браке 6 лет, двое детей, на пол их 5 и 1 год. До замычества не сказать, что были идеальные отношения, встречались 3 года, но не обзывался после свадьбы, спустя год начал обзывать меня и продолжает до сих пор, еще хлеще. Разговаривал, не понимая, обвиняя, что я виновата, что веду себя плохо. Это слушает дочь, сын маленький, но он уже понимает, как сказать, отец меня обижает, бежит ко мне обнимать. Я его начал ненавидеть, мыслях желаю, чтобы он просто исчез, не пришел домой, хочу развестись, не видеть больше этого человека, останавливают только дети, живем мы в квартире у моей мамы, у него есть квартира не одна, так что идти ему есть куда просто уйти и все, на ней же он будет садиться из-за детей, а так этого не хочу, у нее свою психику расщатываю, у нее детей портит, меня тревожит мои чувства, и я такой ненависть не испытывал. А посоветуйте, как избавиться от этого. У меня такой злой не была, что почитать стоит ли обратиться к врачу. Ну, я думаю, что мы вам не скажем по поводу врачей, потому что это все-таки не совсем наша ситуация. Я не очень понял, почему суд за детей должен как-то расщатывать вашу психику и детей. Я думаю, что если вы чувствуете важность этого процесса, самое главное, если вы чувствуете свою правоту в этой ситуации, опять же, то я не очень понимаю, почему психика, ну, ваша, например, должна быть расщатанной. То есть это возможно, как мне кажется, только в том случае, если вы, ну, как-то не очень понимаете, может быть, для чего вы это делаете, да, и не очень понимаете, что получите, ну, вы, да, и что получит, там, условно, ваши дети от того, что вы разберетесь, или от того же, или от того, что будет, там, ну, суд, да, и так далее. Вот. Все. Кроме того, ваши дети будут, ну, считывать, условно, вашу реакцию на это. То есть вот, если вы будете сами уверены в себе, уверены в том, что, ну, вы хотите, да, если вы будете преисполнены решительности, вот, то дети воспримут эту ситуацию абсолютно нормальную и как что-то, ну, как что-то хорошее. Потому что сейчас, когда дети находятся в такой атмосфере, они, в общем-то, страдают гораздо больше. Вот. Поэтому тут вот разрешите, наверное, сказать, что вы сами не очень понимаете, видимо, ценность для себя разводов. И сюда. Почему вы думаете, что ваш муж обязательно будет следить за детей, тоже не совсем понятно. Дальше. Вы говорите о ненависти, значит, своей к мужу. И говорите о том, что он вас обзывает. Да. Ну, конечно, я не знаю того, какие отношения со своим мужем, да, вы выстраивали. То есть, то есть, я не знаю, что это за отношения у вас Ну, были. Вот. В которых вот, ну, обзывания, да, так скажем, возможно. То есть, очевидно, на мой взгляд, очевидно, что вы свои отношения с супругом выстраивали, ну, я бы сказал, несколько поверхностно, может быть. То есть, вы устраивали отношения с ним, как-то вот, ну, возможно, значит, преследуя, ну, какие-то цели определенные. Вот. И определенных, определенных целей добившись, мужчина начал вас обесценивать. Поэтому, хотелось бы, конечно, чтобы вы постарались увидеть, как вы себя сами репрезентовали в этих отношениях, да. То есть, ну, вот, какой позиции, роли вы в этих отношениях были. Вот. Вы говорите, что отношения были не идеальными, но, почему-то, ну, не смотрел на это, да, все равно решили замуж выйти и детей родить. Просто, как бы, вот, такое ощущение, да, что человек вас покорил и привлек, условно говоря, только тем, что не обзывался. Ну, как-то, вот, на мой взгляд, этого-то недостаточно. На мой взгляд. На мой взгляд, этого недостаточно для того, чтобы устраивать хорошие отношения. Вот. Но, судя по тому, что вы, вот, ну, говорите, судя по тому, что вы описываете, есть ощущение, как будто, что, ну, вот, достаточно. Вот. И я думаю, что, если, вот, это действительно так, то есть, если я прав, то ваша ненависть связана с тем, что человек, да, человек вас обесценивает, это правда, это факт, он вас обесценивает, да. Но, человек вас обесценивает, потому что вы сами себя обесцениваете. Человек обесценивает, отзеркалывает вам то, как вы к себе относитесь. Вот. И отсюда ненависть, потому что он все время показывает вам само себе. И, и вам это, ну, вот, естественно, да, вам это неприятно, ну, вам это неприятно, ну, чувствовать, вам это неприятно наблюдать, вам это неприятно, ну, замечать. Вот. Это, вот, эм, такая, такая ситуация. Поэтому, я думаю, что, эээ, я думаю, что ненависть, эээ, эээ, ну, не уйдет и не решит, эээ, ваших, эээ, проблем, эээ, всех. Эээ, вот, эээ, если вы не будете, эээ, как-то вот, эээ, ну, над собой работать, да? Эээ, вот. Эээ, то есть, если вы не займетесь, ну, например, например, своей самооценкой, да? Эээ, если вы, не займетесь, эээ, восприятием себя, или вы не займетесь эээ, моим личный, личностным ростом, эээ, и так далее. Эээ. Эээ, попробуйте, вот, ээээ, прямо, эээээ,ы, сейчас, ответить себе на такой вопрос, как я себя вижу, вот прямо сейчас, в каких ролях, если угодно, я себя вижу, что это за роли такие, вот, можно ли как-то сказать, например, что эти роли, да, они, допустим, многочисленные, скажем так, вот, или нет, или это роли довольно-таки малочисленные. Давайте попробуем ответить на эти вопросы, вот, для начала. Ну и последнее, что, наверное, хочется сказать, то что ненависть представляет из себя реакцию человека на препятствия, вот, мешающий ему быть счастливым. Что сделает счастливый вас? Что могло бы сделать счастливый вас? Сейчас, испытывая отторжение, отвержение, если хотите, к своему мужу, вы, на мой взгляд, переносите на него то, что чувствуете по отношению к себе сами, при этом не слушая себя, будучи невнимательным, скорее всего, к себе и так далее. Понимаете? Муж начал обзываться вследствие каких-то изменений в ваших отношениях. В частности, это агрессия, ну, с его стороны. И так далее. И дело здесь не в том, чтобы вы с ним поговорили и потребовали от него перестать это делать, хотя вы, конечно, имеете право. А дело в том, чтобы постараться понять себя. На этом все. Я надеюсь, что помог вам всего самого. Добрый вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, что позволит вам начать работу над собой. Эир? Ну хорошо. Приветji